Приветствую вас, начать мне бы хотелось твой ответ с того, чтобы спросить у вас следующее. Какое вы имеете отношение к тому, что ваша мама хочет зарабатывать вахтовым методом? Но она хочет зарабатывать, это ее право. Она хочет иметь доход, это ее право. Но вы не несете ответственность за это, на самом деле. И получается, что ваша мама, она как будто бы, я не знаю, вас принуждает это делать. Как будто бы она вас заставляет это делать. Как будто вы должны это делать для нее. Понимаете? И вот это, на самом деле, а также ваша модель поведения, при которой вы как будто бы чувствуете себя виноватой за то, что отказали своей маме, является ключевой проблемой. То есть, либо у вас есть привязанность довольно сильная к маме своей, либо она вас держит на таком довольно сильном чувстве вины. И это, конечно, довольно серьезная проблема, потому что для вас это ничего хорошего не несет. Именно для вас. И именно вам. И если это чувство вины, то с ним нужно разбираться. То есть, вот. Как оно проявляется, что оно делает. Как оно влияет на вас, например. И так далее. Если это привязано к маме, то, соответственно, значение ее для вас, ну, ну, немножечко снизит. То есть, может быть, что вы чего-то боритесь и боритесь, например. Вы чего-то боритесь именно в контексте потери мамы. То есть, вы боитесь маму потерять. Вы боитесь, что она не будет с вами разговаривать. И я хотел бы узнать, почему. Чем продиковано такая позиция. Из-за чего она, эта позиция. То есть, это ваша неуверенность в себе, может быть. Или, может быть, что-то еще. Знаете, это очень такие важные моменты на самом деле. Если мы говорим о вас, если мы говорим о том, что является проблемным аспектом для вас. Значит, дальше. Мама, она не будет с вами долго не разговаривать, в любом случае. Потому что не сможет. Но то, что она обижается, то, что она как бы считает, что вы должны были ей угодить, это говорит как бы немного о том, что она, ну, насколько, насколько она ориентирована вообще на вас. Почему она не боится, что ребенок там может болеть, да, и так далее. То есть, почему она не заботится о вас. И, ну, если она вот мама, да, если она ожидает того, что вы будете, ну, ну, как-то вот для нее что-то делать. На мой взгляд, это очень такие важные моменты, на которые вам нужно ответить. Потому что очень похоже на манипуляцию своей стороны какую-то. Причем такую, довольно грубую. И вам очень важно, вот, как бы, ну, в этом, да, вот, не участвовать. Вам самой важно в этом не участвовать. Я уверен, что и муж ваш, он, ну, тоже не одобрит такого, потому что, ну, это откровенный, откровенный вред. Вам, откровенный вред, ребенку и муж, отец, он никогда не, он никогда не согласится на подобное. Поэтому, на мой взгляд, тут нужно вот обязательно разобраться с этими моментами. Вот, и вам нужно вашу собственную позицию выработать, потому что мама может хотеть чего угодно, у мамы могут быть свои проблемы, а у вас свои проблемы. И если она, например, едет, едет куда-то работать, то я думаю, что справедливо, если она сама же и обеспечит, значит, ну, плечку за домом, а так получается, что это, ну, несправедливо, да, по отношению к кому-то. Вот, это, значит, такой момент. Ну, еще, конечно, она, еще можно сделать так, чтобы она, да, ну, постаралась как-то вот, значит, организовать для вас, ну, соответствующие условия, ну, если хочет, допустим, чтобы вы были, ну, как бы, у нее, ну, в квартире, то пусть, соответственно, и делает что-то так, да, чтобы вам было удобно, чтобы вам было комфортно, чтобы хотя бы, ну, не на воду не отключали, да, и так далее. А то пока это выглядит так, вот, мне надо, мне надо, мне надо, ты езжай, как бы, ну, это не серьезное, вот, поведение. Вот, поэтому, конечно, что делать, окончательно вам решать, я полагаю, что в любом случае, в любом случае проблема привязанности к маме имеет место быть, в любом случае, в любом случае, и я полагаю, что эмоциональная репарация, эмоциональное отдаление, вот, мам, еще не произошло, не произошло, и, соответственно, я думаю, что это является корнем проблемы для вас, вообще. И если вы хотите это исправить, то работать, ну, именно в этом направлении, да, то есть не просто объяснить нам что-то, она, знаете, как бы, она все знает, не хуже вас, на самом деле. Если она так реагирует, значит, ей просто, ей это не интересно, вот, главное, уметь отстаивать свои личные границы, на мой взгляд, это куда более важно, и отстаивать личные границы, не только с мамой, вот, да, но вообще с людьми, со всеми, с каждым, и это более важно, чем то, что, вот, вы описываете, то есть на вас, решение проблемы, это просто ей как-то объяснить, но постарайтесь понять, что она не хочет выслушивать объяснения, ей они не нужны, ей не нужны объяснения ваши, вообще, именно объяснения ей не нужны. Если бы ей нужны были объяснения, она бы вообще бы такую тему даже не поднимала, понимаете, вот. Так что, на мой взгляд, это вот очень важно. Ну, а личные границы, личные границы, и как следствие их наблюдения, происходят из-за неуверенности в себе, из-за непринятия себя, из-за страхов, возможно, такое, в принципе, тоже бывает, вот. И, соответственно, если это так, то нужно с этим разбираться, почему, откуда и как вообще это происходит, из-за чего, почему и так далее, вот. На мой взгляд, это очень важно, вот. И тогда уже вы вообще больше в эту ситуацию, вот, в какой вы оказались, да, вы попадать не будете. Ну, вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад вам помочь. А если понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!